Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Ну, в первую очередь, позвольте поздравить всех вас с праздником Благовечения Престой Богородицы. А во вторую очередь, так уже нередко бывает в нашей передаче, когда поднятая тема, поднятые вопросы вызывают какой-то очень живой отклик и живой интерес, начинают задавать вопросы те, кто передачу посмотрел. И вот, в частности, так произошло с темой промысла Божия, которую мы вот разбирали относительно недавно. Возник ряд сопутствующих вопросов и возникла идея продолжить этот разговор, разговор о промысле Божьем в нашей студии с нашим экспертом, с преподавателем Самарской духовной семинарии Сергеем Григорьевичем Кредичем. Здравствуйте, Сергей Григорьевич! И снова здравствуйте, Сергей Григорьевич! Со свободой человеческой. Какое место попущение Божие вообще занимает в богословии? Есть ли вообще такой термин в богословии или это, скажем, нечто привнесенное со стороны? И как, самое главное, это инкорпорируется в промысел Божий? Ну, опять же, особенно актуально это сейчас, вот, в периоды всех этих карантинов и так далее. Люди размышляют в том числе над тем, что же это такое с точки зрения Божьего промысла. Это попущение нам всем, это наказание за грехи. Если это наказание и попущение, то как это, опять же, совмещается с нашей свободой и так далее. И то, с тем, о чем мы с вами говорили, присматривание, забота и так далее. Вот давайте попробуем с этого начать сегодня. Ну, в качестве эпиграфа, опять же, оставляя за скобками, как среди прочего и мой традиционный припев, что у меня профессиональная деформация, те, кто досмотрели до этого места, уже в курсе. В качестве эпиграфа я предложил следующее. Вот, чтобы определить сам термин «богословие», я бы употребил формулировку Блаженного Августина, что «богословие» — это ответственное слово о Боге. Вот тот ключевой момент, что это ответственное слово и что слово — это о Боге. То есть в этом случае человек, который, например, нагнетает истерию в связи с какими-нибудь электронными документами, но не отвечает за судьбы тех людей, которые, к примеру, как пензенские сидельцы ушли жить в леса, то это не богословие, потому что он за свои слова не отвечает. Вот как раз, когда формируется золотой фонд цитотической письменности, как раз в эпоху вселенских соборов и христологических споров, когда за неверное слово и неверное понимание можно было, собственно, претерпеть. Или, наоборот, за верное слово и верное понимание. Это первый момент. И второй момент. От высокого слога перейдем уже к более простому жанру. Ну, это вот тот самый тоже хрестоматийный анекдот, когда в революционном Петрограде едет священник в трамвай, революция уже случилась, и заходит туда, в тот же вагон, отряд революционных матросов. И как-то вот сразу бить неудобно, но видно же, что человек явно классовый враг. Ну, и чтобы как-то создать предпосылки для последующей расправы, священник так с вызовом говорит, а мы вот, батюшка, в Бог-то не верим. На что священник отвечает, ну, и я в вашего Бога, в которого вы не верите, тоже не верю. Ну, как же. Ну, вот в того злобного старика со скверным характером, который на облаке живет и молниями кидается. То есть в этом случае кара, наказание, то есть Господь, который сына своего единородного отдал, чтобы верующий не погиб, но имел жизнь вечную, вот он не ищет причины нас наказать. Потому что в этом случае, если Бог справедлив, то, в общем-то, мы все погибли. Как говорят циничные социологи, что если мы человека 30 лет на улице схватим, просто вот с визгом тормозов останавливается воронок, мешок на голову, и он приходит в себя в тюрьме, в глубине души он будет знать за что. То есть вот просто к какому-то моменту жизни уже случились там и предательства, и мелкие правонарушения, иногда крупные правонарушения, и, собственно, в глубине души человек будет знать за что. То есть правильно ли я понимаю, что термин... Справедливость не та категория. Да, термин попущение Божие, наказание Божие, это игры человеческого разума. Да. То есть в этом случае, повторюсь, богословствует тот, кто ответственно говорит о Боге. То есть когда, вот, например, я встречал лично точку зрения, что подводная лодка Курск, это Господь усмотрел себе жертву за грехи народа, подводную лодку с военными, которые являются образцами мужества, там, стойкости, компетентности, ну и вообще вот это лучшие люди, и вот он убил некоторое количество лучших людей и кару отложил. То есть, ну, как бы, простите, во-первых, это какой-то нехристианский Бог, это первый момент, а второй момент, а где же тогда ответственное слово о Боге, то есть Бога сделали вот этим самым слобным стариком, и, то есть человек, который это распространяет, он как-то вот, ну, это, простите, как вот, я понимаю, насколько это звучит в нашем контексте, как вот эксперт, который приходит, дает совет по финансовой грамотности, но вот люди четко делятся, да, на те, которые действительно умеют, и те, которые эксперты, которые ни за что не отвечают. Вот он даст совет, инвестируете там в эту ценную бумагу, и, ой, ну, случается, все ошибаются. А как же появился тогда этот термин попущения? Ведь все-таки уж много лет употребляется сей термин, да и не только, как бы, современной христианской культуре. Вот. И это как-то отождествляется с промыслом Божиим. То есть, понятное дело, что человек сам себе может объяснить в случае какого-то несчастья, скорби с ним произошедшей, может внутри себя действительно сказать за что. Но, кстати говоря, не всегда это будет... Но только оглядываясь. Не всегда это будет какой-то точный и достоверный ответ. Потому что сам себе человек может сказать, наверное, вот за это. Ну, как мы касались прошлой программы, мы не можем предсказать даже последствия собственных поступков. И мы не можем спрогнозировать с достаточной точностью поведение даже наших ближайших, самых близких и самых любимых людей. То есть, в этом отношении попущение это, ну, растет из отношений, вот если Бога мы называем отцом, вот ченаш, как раз это вот такая детско-родительская модель, что родитель может взять и допустить. То есть, ребенка же надо защищать от всего. Точнее, вот лучше даже употреблять термин «оберегать». Потому что защищать от хулиганов и от злых собак, а оберегать от холода, оберегать от собственного неумения спланировать собственный день, оберегать от собственного неумения спланировать бюджет на месяц и так далее. То есть, в этом случае, чтобы ребеночек почувствовал, что на самом деле он не такой замечательный, не такой компетентный, как ему кажется, может быть и надо в смягченном варианте одно из его решений взять и воплотить. То есть, в этом случае попущение, когда Господь, как родители, говорит, ну хорошо, ну вот давай сделаем так, что вот спустим все на шоколадки. В одной из наших передач мы вспоминали историю слепорожденного. Да, да, да. Вот, ни родители, ни дети, ой, ни родители, ни он сам, да, не согрешил, но произошло это с ним для того, чтобы явилась слава Божия на нем. В данном случае человек... Я думаю, я рассказываю только его собственную историю. То есть, у нас есть диалог с Богом, Господом, который мы ведем через собственную жизнь. И вот, вот что-то делаю я, то есть, да, когда мы знаем, как правильно делать и делаем, как нам хочется порой. Ну сколько раз, вот, да, что человек понимает, что еда это вот то, что его убивает, но вот он продолжает заказывать там тройной бургер. Ну, потому что вот он знает, как правильно, но он не может противиться собственному каким-то нюансам. И в этом плане есть же еще один очень такой важный пласт, это то, что, а может быть, то, что происходит с нами, значимо для других людей. Это ведь тоже очень такой серьезный удар по самомнению, то есть нам бы хотелось бы... Мне кажется, совсем как-то... Мы же очень не любим, но это, в принципе, наверное, даже естественная такая вещь, естественная реакция, когда, например, меня используют для того, чтобы... Вот сейчас мы, значит, его показательно, условно говоря, накажем или там ткнем во что-то, чтобы вот вам было хорошо. Да. А это вполне себе христианское понимание, когда вот, опять же, из потеряка идут старец с учеником, видят пьяного, который лежит в канаве, ученик говорит, ну, вот же ж, надо же было так нивелировать собственную свободу, отказаться от богопознания. А старец ученика так слегка поправляет, говоря, что вот тут Господь повод отпустил, и поэтому человек в таком состоянии. Если он твой повод отпустит, ты будешь где-то так же вот. И поэтому вот Господь тоже у нас сдерживает, это раз, и второй момент, это то, что нашим примером могут быть научены другие. Или, опять же, даже не наученные, а просто, ну, вот какие-то моменты, что вот там, я не знаю, старая почтенная женщина упала, сломала шейку бедра, и собрались все родственники, да. То есть дети бы никогда не съехались сразу в один дом, но вот надо было сделать вот это, чтобы собралась вся семья. То есть в этом случае это не кара, это не наказание, это вот то, что иначе бы к этому результату не привело. Еще термин попущения употребляют при разговоре, например, о грехе. Особенно сейчас это актуально для Великого Поста, там, скажем, человек приходит на Испуте и говорит, вот Господь. У меня был, кстати говоря, мужчина в свое время, там, в далеком 2006 году, прихожанин, который приходил, исповедовался и всегда в конце добавлял, а вот этим бы я согрешил, если бы Господь попустил. Вот. И сейчас тоже иногда люди приходят, и они, в общем-то, говорят, что вот Господь мне попустил упасть. Вот это к вопросу об ответственном разговоре о Боге, потому что очень легко превратить богословие, простите, в корпоративную лексику. То есть, ой, искушение, ой, попустил. Вот тут, опять же, богословие должно быть ответственным словом о Боге. И искушение, оно тоже, не будем говорить, что его нет, но в то же время бесовских князей не надо, наверное, вмешивать в свое желание заказать двойной бургер. Ну, тогда, чтобы вот именно эту тему сейчас поставить на ней, такую точку, потому что еще есть один большой вопрос, хотелось бы его тоже успеть разобрать. Тогда как мы правильно понимать слова молитвы Отче Наши, не введя на свое искушение? Не введя на свое искушение, да. То, на чем споткнулись католики после некоторых комментариев Папы Франциска. Ну, да, что без меня не можете творить и нечисоже, говорит Господь. То есть, в этом случае мы должны молиться о том, чтобы Господь даровал нам истинное понимание того, каковы мы. И это очень неприятное открытие. То есть, вот в этом плане не ввези на свое искушение, это дай Господи принять нас вот в трезвении во всей полноте понимания того, какие мы есть, и при этом не ужаснуться и нет. То есть, в этом случае Господь не натравливает на нас бесов, чтобы, преодолевая бесовские искушения, мы как-то вот явили его замысел более полным. То есть, нет, в этом случае Господь сам никого не искушает. Ну, и вот вторая какая-то такая часть нашей сегодняшней встречи. Возникает много вопросов вообще. Ну, они вытекают из того, о чем мы уже когда-то поговорили в предыдущих наших передачах, при предыдущих встречах, соотношение промысла и свободы. И в частности, вот даже относительно недавно был разговор у меня с женщиной, с девушкой, которая, скажем, категорически против ЭКО. Что вот сама по себе, например, операция ЭКО является выступлением против промысла Божия. Если у женщины не получается зачать, у семейной пары, то и успокойтесь, и примите это. И вот любая операция и вторжение в данном случае в промысел Божий является греховным и является таким, ну, пагубным явлением нашей гордыни и так далее. В связи с этим можно расширить вообще как бы круг, да? Сейчас... Можно ли обращаться к врачам? Можно ли обращаться к врачам? Например, тот факт, что я родился, например, мужчиной, это моя, моя собственность, мой пол? Или я могу его менять по собственному желанию? Если у меня, там, скажем, внешность моя совершенно меня не устраивает, могу ли я вот вносить вот коррективы? То есть, что является собственностью Божией, собственностью человека, вернее, да? На что, что входит в зону компетенции его, что он может с тем, что имеет, делать, а что не входит и, соответственно, относится к промыслу Божьему? Тут, если мы говорим, опять же, о богословских каких-то моментах, то здесь мы говорим о двух фундаментальных очевидностях. Первое – это вера, то есть мы доверяем традиции, и в этом плане, ну, не надо делать вид, что мы самые первые, кто начали заниматься чем угодно, учить английский язык. То есть, вот я первый, кто это начал делать, и поэтому, ну, может быть, имеет смысл посмотреть на опыт предыдущих поколений или, опять же, моих современников, которые также в свое время учили латынь, английский там и так далее, или там записался в спортзал с целью прорисовки рельефа к летнему вот пляжному сезону. Опять же, можно сделать вид, что мы тогда первые, и то есть вот тут вопрос доверия. И богословие говорит, что у человека есть фундаментальнейшая порча природы, это называется первородный грех, который в учебнике формулируется как передаваемое наследственно удовопреклоняемость человека к греху. То есть, если мы не признаем греха, то вот, пожалуйста, греческая цивилизация, что что естественно, то не безобразно, и естественное желание здорового тела, в общем-то, вполне себе обоснованно, и нет причин его не удовлетворить. Однако, если мы посмотрим на греческую цивилизацию, которая кончилась как раз-таки гомосексуализмом, то есть как же так? Вот если мы говорим, что есть изначальная порча, и с этим надо что-то делать, то мы доверяем традиции, это первый момент. И второй момент, собственно, вот, да, вот, что делать с грехом, который в нас. Первый момент — это доверие и вера. Второй момент — это то, что мы боремся с грехом. То есть в этом случае я свои желания должен как-то классифицировать. И тоже это, в общем-то, нет, не отвлеченная теория, а вполне себе то, чем занимается, например, философия. То есть если мы представим, что человек, там, я не знаю, любит хорошо поесть, любит кино, любит прогулки, любит быть любимым человеком, то он к какому-то моменту должен решать, какие желания он предпочтет. Потому что гулять в полях в одной руке рука любимого человека, в другой руке смартфон, по которому показывают любимые фильмы, а во рту бургер, ну, это не бургер, не прогулка, не свидание и не кинопросмотр. И таким образом приходится определять, вот что мы выберем точкой приложения усилий. И вот тут тоже очень важный момент. Нету однозначного ответа, что в человеке служит к его падению, а что в человеке служит к его возвышению. То есть казалось бы, ну что там каляки-маляки, зачем тебе, овладей профессией. Что ты на гитаре бренчишь, ты сначала выучись, и потом, когда уже будет диплом, в свободное время делай, что хочешь. Однако у нас есть люди, которые сделали живопись своей профессии, и вот, пожалуйста, это Рублев. То есть, мол, вот было ли это практично в русском средневековье, вот, сделаться богомазом, да? Но Рублев все-таки богомазом не назовешь. Ну, в целом-то да, но когда он начинал, еще не знали же, что это Рублев. Когда Шаляпин приехал в Москву, он же не написал в анкете «Шаляпин». Мало ли, какой-то там студентишка, который тут ютится и хочет петь. Заметный диалог, что вот, а чем барин зарабатывает? А я пою. Ну, когда я пьяный, я тоже пою, говорит ему извочник. А Шаляпин говорит, не, а когда я пьяный, за меня дублер поет. Ну, то есть это разные виды пения. Вот пение как профессия, то есть казалось бы, опять же, вот, что развивать? Склонность к математике, склонность к танцам, склонность... И человек может и восславить Творца, написав гимн о любви, как, например, да, Симеон Новый Богослов. Не только богословствует, но и делает это в стихах, как Дамаскин, который написал знаменитую стихию, как монахиня Кассия, да, то есть монахиня, которая отреклась, но которая... А с другой стороны, можно это употребить и во зло, потому что вот тут мы касаемся еще одной фундаментальной вещи. Дьявол и агилы его не имеют творческих способностей. Им всегда нужен человек, который свой дар, свою искру, вот это вот творчество, творчество, как мы уже касались, что мы подобны Богу в том смысле, в какой мы творим и в какой мы находимся за пределами нашего животного состояния. Потому что если человек не творит, то, скорее всего, он сводится к животному существованию, если, конечно, он не занимается там философией, искусством или политикой, но тоже вот остаться как великий политик, это, наверное, не совсем правильно. Вот. И тут мы говорим о том, что можно во зло употребить свой дар. То есть написать «Летание и сатане», например. Прецеденты-то были в мировой литературе. Если вернуться к медицине все-таки. То есть вот понятно, что, там, скажем, решать вопрос, кем тебе становиться, то есть это как раз не прописано в некотором таком небесном сценарии о тебе. О некоторых заданностях мы отказаться не можем. Вот если говорить об этих заданностях, то есть в эти заданности мы имеем возможность вторгаться? Имеем. Да. То есть, ну, во-первых, это, опять же, доверие. То есть не только вера, но и доверие. То есть когда человеку кажется, что, может быть, лучше он был бы женщиной, как ему кажется, то если он не христианин, то коллизии по смену пола у него не возникает. То есть он берет и меняет пол, если он достаточно обеспечен для всей вот этой комплекса этих мероприятий. Если же он хочет совместить это с христианством, то он должен сказать, что он доверяет Богу, который, если вот поместил его в эти условия, в этот пол, в эти физические кондиции, значит, это для него лучший из вариантов. То есть вот то, чего мы касались, что Господь, как великий художник, он видит все варианты, и он может сделать и мужчину, и женщину, и в этой эпохе, и в другой, и в третьей. То есть в этом случае, да, врачи, которые ищут, например, вакцину от ВИЧ, они делают благое дело, но, с другой стороны, врач может употребить свой талант там на изменение формы лица, губ там и так далее. И вот если для кого-то это важно, то вот тут надо решать, да, как вот либо с любимым человеком, либо в кино, либо в ресторан. И вот тут вот тоже, что мы будем делать, что если кого-то, как говорят, все равно до биржерака тяготит форму его носа, горб там и так далее, наверное, надо им помочь. Но, с другой стороны, а правомерно ли заниматься исправлением формы носа, когда вот не все болезни побеждены, когда у кого-то перелом, ему прямо сейчас больно? Ну вот у нас просто очень мало времени остается, хотелось бы все-таки по поводу врачей, обращение к врачам, обращение к хирургам, вообще, в принципе, к медицине. Если тебе Господь, опять же, возвращаемся к термину, попустил заболеть, нужно ли это с доверием принять и не лечиться? Нет, потому что у нас есть четкие указания в Писании, открываем Библию, книга «При мудрости», что если болеешь, призови врача. Что всякое врачество от Бога. И если человек не принимает медпомощи, то вот тут тоже вот мы краешком вынуждены затронуть такую тему, как эвтаназия, да, то есть церковь однозначно осуждает смертельную инъекцию, потому что это вмешательство в планы Бога. То есть, может быть, это человеку надо, а может быть, кто-то, взирая на него, то есть, к этому тоже надо быть готовым, что мы можем быть вразумлением для других. Это неприятно, но это надо тоже принять. Если мы говорим о болезни, которая к смерти, а если, вот опять же, бесплодие… Можно отказаться от прохождения ежегодного медосмотра. То есть, в этом случае, да, то есть можно прибегать к врачу, можно не прибегать, это решение человека. И в этом случае тоже, если он не предпринимает резких шагов к собственному вот убийству, к самоубийству, то Господь может и это его намерение тоже вплести в свой промысел, потому что он, это тоже фундаментальнейший момент с точки зрения христианства, непрестанно заботится о мире. Он не отворачивается так, чтобы он сморгнул, и ой, вот этот самоубился, а вот этот вот уехал, а вот этот… Нет, он непрестанно взирает и вплетает промысел. И тот, кто отказывается от врачебной помощи, он, в общем-то, в известной степени нарушает то, что вот в Писании сказано. Болеешь – призови врача. Врачество от Бога. Можно послушать и можно следовать рекомендациям, можно не следовать. Но все-таки надо прислушаться. Спасибо большое. Все равно вот есть ощущение, что еще хочется… И тут недосказанность. Да, еще хочется поговорить и договорить. Ну, в общем-то, может быть, наша передача заставит открыть книги. Вот. И поискать уже на свои вопросы, которые сопутствуют нашему диалогу, ответы у святых отцов, у богословов, у философов, в иных источниках, одним словом. За сегодняшнюю передачу и диалог я сердечно вас благодарю. А с вами, дорогие наши телезрители, мы прощаемся. До следующего вторника. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова